Трехэтажное здание, школа и детсад в одном лице, которые впервые за десятилетия начали омолаживать. Директор учреждения рассказывает, в прошлом году на районные деньги отремонтировали спортивные и актовые залы. Но бюджет не резиновый, потому и не рассчитывали на большее, хоть и ветер гулял из каждой оконной рамы. Окна старые, рассохшиеся, понятно, да, чтобы было тепло в кабинетах, мы их либо замазываем, заклеиваем, запениваем. Ну и, соответственно, что когда мы начинаем это все, рассохшуюся древесину открывать и так далее, да, есть вероятность того, что может там что-то произойти с тем же стеклом. В здании почти 120 окон заменить, большую часть из них предложили газовики. В рамках благотворительной программы выделили школе 2 миллиона 118 тысяч рублей. 55 металлопластиковых стеклопакетов уже украшают учебные кабинеты, еще 28 установят до нового года. Мы ведем совместную работу с районом Свободенский, с главой администрации, и эти мероприятия проходят совместно, заранее прорабатываются, составляются перечни нуждающихся объектов. ПАО «Газпром» традиционно реализует социальные проекты в регионах своего присутствия. В Амурской области «Газпром Трансгаз Томск» работает над созданием крупнейшей газотранспортной системы на востоке страны «Сила Сибири». Одного из ключевых проектов восточной газовой программы, нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. Масштабная стройка, начавшаяся в регионе в 2014 году, дала новый импульс к развитию местных территорий. На благотворительные средства компании строятся спортивные площадки во дворах, поставляется современное оборудование в компьютерные классы. В Свободненском районе Новгородская и Юхтинская школы обрели автобусы для подвоза детей. Ребятам военно-патриотического клуба «Олимп» газовики подарили новенький инвентарь на 78 тысяч рублей. И таких примеров социальной ответственности еще много. Стройка идет очень большая. За прошлый год дороги были разбиты, люди очень сильно возмущались. Но в этом году мы восстановили Москитинскую дорогу. Соглашение было подписано на 5 населенных пунктов. Сумма соглашения была на 27 миллионов 900 тысяч рублей. В Черновской школе учатся дети из шести сел. Возможно, кто-то из них в будущем придет работать в ООО «Газпромтрансгаз Томск». Штат сотрудников растет, пополняется и районный бюджет за счет налоговых отчислений. Восточная газовая программа, в рамках которой возводится газопровод «Сила Сибири», стала реальной опорой для регионов не только в экономической, но и социальной сфере. Юлия Долгорук, Александр Васильев, Вести, Благовещенск. Юлия Долгорук, Александр Васильев, Вести, Благовещенск.